Добрый день всем. Сегодня мы будем снимать производство оливкового помыла. Видно оливкового цвета у нас масло получилось. В этой основе около 80 процентов оливкового масла, а также есть кокосовое масло и касторовое масло. У него там буквально совсем чуть-чуть для жесткости мыла, так сказать. То есть оливковое, если стопроцентное, то мыло очень получается мягкое, быстро раскисает в воде, то есть немножко придать ему жесткости. Помогают масла кокоса, касторовое. Сейчас будет процесс смешивания мыла со щелочью. То есть вот эта щелочь у нас, сейчас она будет наливаться в мыло. В смысле масло. Щелочь смешивается с маслом. Как видим, опускается сначала щелочь, потому как она тяжелее воды, а масло легче воды. Соответственно масло легче, чем щелочной раствор. Ну вот, поэтому вот образом мы сливаем и начинаем блендером перемешивать все это хозяйство. Пока у нас не появится так называемое состояние следа, когда на мыльной поверхности, то есть вот тут свет не будет растекаться, а будет оставаться. Начинаем гудеть. Детям я не могу закорректировать. Говорили на съемке видео, я им это не объяснишь, поэтому на фоне на фоне играются дети, и вы это можете слышать. Надеюсь, что не будет. Вот это клоево смешивается у нас с вами, помешается. Скоро начнет застывать. Если я сильно не нагревал масло, то я почелочь поступил как следует. Это значит, что мыло сейчас будет холодное, потому холодное оно еще не больше 40 градусов. Вот оно должно застыть минут за пять вот такого вот перемешивания. Но я надеюсь. вот так оно замешивается. Вот, в общем-то, получается масло, с которого это мыло не было. Это масло испанское. Покупаем мы его с первых рук, те, кто завозит его в Украину, контейнером из Испании. Поэтому это гарантированно не подделка. Поэтому мыло с него всегда получается такое как нужно. Масло это пищевого класса, годится для жарки, для салатов. У меня его в семье очень любят. Салаты добавлять. Поэтому могу порекомендовать его как пищевое. Пишите в комментариях все вопросы. Все вопросы по производству мыла, по маслам, по нашим. Мы занимаемся маслами геализовываемым. В том числе и вот это масло. Наша Москва очень нравится сыном. И нам, и нашим деткам. Да они довольны к людям, чем этого у нас. В том числе и один человек. С 2010 года мы уже это вот и договорим. И сейчас август 2019 год. За 9 лет уже чего мы только не досмотрелись, не напробовались. Есть что рассказать. На теме масла, на теме мыла. Практически основа достигла состояния следа. Как видим. Уже след не растекается. Остается след. Поэтому можно так сказать, что перемешивание блендером можно завершать. Завершать. Далее мы смело должно на водяную баню ставить. Которая вот уже нагретая стоит. Эта слюля степлянная. Ее в горячую воду нельзя ставить. Мыла холодная. Поэтому мы водичку немного разбавим сейчас. Чтобы она была такой же температурой. Как и была. А потом будем постепенно набивать. Такая технология. Отчетливо видно, что следы наши никуда не деваются. Теперь только надо счистить с насадки блендера. Остатки основы. Уже никто счищается ложечкой. И можно мыло ставить на водяную баню. Варить такое мыло нужно на бане после ее закипания. Порядка 3-4 часов. За 4 часа уже полностью происходит химическая реакция. Омыление масел. То есть все масла взаимодействуют со щелочью. Свободной щелочи не остается. В мыле, соответственно, руки это мыло обжечь уже не сможет. А будет настоящим мылом. А если вот начать пользоваться вот таким вот мылом. не сваренным, то вы получите химический ожог. Тут очень много щелочи, которая не вступила еще во взаимодействие с маслами. Если мыло нет возможности сварить, то оно само вызревает около 12 месяцев. Он может лежать где-то в шкафчике в сухом и темном и вызревать. Уход медленно, медленно будет там происходить химическая реакция. В общем-то все. Наступило время поставить это все на водяную баню. Поэтому на этом этот ролик заканчиваем. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, интересует ли вас подобная тема мыло варенья. Какое вы хотите было, чтобы мы... Субтитры сделал DimaTorzok.